Просьба, может быть, что-то в виде отзывов для фарта дать. Как вы поработали с театром фарта, и что вы можете сказать, рекомендации, пожелания? Вы знаете, я театром восхищена. Я увидела практически зеркальное отражение того, что делаю я уже на протяжении многих-многих лет. 25 лет мой театр Бэмби. Кстати, в стране это был первый профессиональный театр детский. Бэмби. Бэмби, да, это после моей картины детства и юность Бэмби. Вокруг меня собрались дети в защиту природы и мира еще в советское время. И потом мы в театре киноактера на профессиональной сцене открыли детский профессиональный театр Бэмби. Почему профессиональный? Это вот мое такое, знаете, правило. В отличие от самодеятельности, там где могут быть руководители и не актеры, ну кто угодно, педагоги и так далее, детский профессиональный театр подразумевает работу над речью, на сцену речью, над танцем, вокалом. То есть весь набор того, что происходит у нас при обучении на актерском факультете. Это один раз. И второй момент, то что они обязательно должны работать с лучшими профессиональными артистами. И вот это взаимодействие артистов, театров, настоящих или киноартистов с детьми и создает вот этот профессионализм. Потому что дети в этом возрасте могут сыграть только в лучшем случае самих себя. Детей. Ну даже если он играет зайчика, он все равно играет самого себя. Они учатся у актеров, как нужно выстраивать роль. В каком месте плакать, в каком смеяться. Главное, как правильно чувствовать себя на сцене. Вот этим и отличается, в общем-то, подход такой к ребенку, а другой совершенно подход. Сколько стихов ты знаешь? Сто. Прочти. «У лукомори дуб зеленый, золотая цепь на дубе...» И вот это вот. Вот это идет и идет. И ему ставят пятерку за это. За то, что он просто... Просто выучил, да. Вы что-то выучил. А то, как он это произнес, с чем он это произнес, никого... Прожил или нет, да. Да, поэтому, вот Виталий Таганов, сам великолепный актер, у него есть чему поучиться детям. И он эту студию создал. И благодаря ему, собственно, я не привезла сюда огромное количество моих артистов. И это было бы невозможно, потому что мои артисты параллельно играют сейчас «Аленький цветочек». У них тоже премьерный спектакль, у него спектакль. И я, конечно, надеюсь летом их соединить. Какой здесь? Вы привезете сюда, да? Да, я хочу сделать совместные гастроли по Крыму. Как это уже получится, это не все от нас зависит, потому что здесь много компонентов, в том числе и материальные. Нужно доехать, нужно доплыть, нужно поселиться, нужно накормить. Но так как у нас огромный опыт гастрольных поездок, огромный, мы побывали с детьми, наверное, ну я не знаю, я не ошибусь, если в тысячи местах. Тысячи, тысячи гастролей. По России или не только? Не только. Мы были, первая наша поездка за границу была в Грецию, замечательная поездка, с синхронным переводом на греческий язык. Да, Снежная королева была синхронно переведена, и красная шапочка на греческий язык, и смеялись в том месте, где обычно смеялись наши русские дети. То есть так удавалось? Удавалось замечательно. Вот, греки потом нас ощупывали, осматривали, потому что у них принято после детских спектаклей, чтобы актеры оставались в этой же одежде, и они, так сказать, могли погладить лесу. То есть выходит контакт, да? Да, да, контакт. Это смешно. Вот. Потом они были во Франции, в Соединенных Штатах, в Турции, тоже без меня, в Болгарии несколько раз. То есть путешествовали, путешествовали. А уж по России, это я вам передать не могу, или по бывшему Советскому Союзу, много раз в Киеве, очень нас любили в Киеве, много раз были в Риге, в Прибалтике тоже очень много раз были, на Алтае, даже в Горном Алтае были. То есть везде, во всех, конечно, крупнейших городах, и в Петербурге много раз, и у нас постоянная гастролирующая такая труппа. Дети, но я всегда вношу в реестр услуг, которые нам будут оказаны, изучение города, местности, например, Древний Псков. А, то есть экскурсии другие. Обязательно. То есть дети должны, прежде всего, получить удовольствие от новых мест. И мы, когда едем автобусом, всегда поем, потому что наш ковер – цветочная поляна. Наша крыша неба голубое, наше счастье – жить такой судьбой. Вот мы такие передвижники, и вместе с нами едут наши фильмы, потому что все дети не просто играют в моих спектаклях, но подрастают, снимаются в главных ролях фильмов, где я снимаю. И, в общем, помогает нам во всем. Театр фарт будет 8 лет, 14-я роля, знаете даже, наверное. Вы будете меня здесь. Я надеюсь, что уже начнутся, конечно, начнутся репетиции в «Красной шапочке». Я надеюсь, что я буду. Кстати, не запланированно, вот, не знаю, может, как говорили с Витарием, начинают же курсы для взрослых по актуристингу. А сейчас 24-й, он первый. Ну, такой там, ознакомительный для желающих, да, чтобы ввести экспертальный искус. Я, конечно, мечтаю создать свою кино-видео-школу и для детей, и для взрослых. То есть здесь? Здесь, вот как раз там, где вы занимаетесь, фарт. Да, 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 вы воспринимали. Да. Я не знаю, успеем ли мы в этом году, но думаю, что что-то начнём. Здесь уже нас пригласили в фестиваль любительского кино участвовать. Здесь очень много будет кинетографистов, в том числе мой брат Андрей Малюков с его очень серьёзной картиной. То есть это кинетографический Крым, это у вас всегда был кинетографический край. Поэтому дети не только будут познавать театр, но они будут познавать их кинематограф, что очень важно. А школа от какого-то учебного заведения какая? Нет, это школа имени Сергея Фёдоровича Бондарчука. Мы будем оговаривать, как бы, статус этой школы именно с губернатором. Для детей, да. Да, не только для детей, но и для взрослых. Потому что я считаю, что обучение в Афгике это хорошо, но сейчас настолько современная аппаратура, настолько она лёгкая. Да, формат поменялся. Формат совсем поменялся, поэтому 6 лет обучения в Афгике – это слишком долго. А если человек подключён к какому-то общему делу, например, снимается фильм. В Америке нет книгов, знаете, как-то вот в киноиндустрии существует. Да, там по-другому совершенно принципу. Начинается со «Скреперпс» – девочка, которая записывает, что в кадре. Или там нижний этаж ассистента. И потом поднимается, поднимается по лестничке, если ты доходишь уже до второго режиссёра, то тебе может быть когда-нибудь светит, что тебе доверят определённую сумму денег. То есть карьера такая? Да, только так. Только практика. Вообще кино – это только практика. Никакое рассуждение о кино, о том, как строить кадры, как это всё займёт 30 минут. А всё остальное берите на аппаратуру, камеру и вперёд. Главное смонтировать, правильно? Да, да, да. И главное иметь замысел, идею, о чём ты снимаешь. То есть можно даже как-то это с фартом потом проводить, да, сможете это? Ну, безусловно, да. То есть вот вы здесь будете, вот такой вопрос, ну, может быть, не для камеры. Например, там 10 занятий, да, 5 недель, по 2 в неделю занимая взрослым. Ну, только ознакомительный курс ведения. Вас можно было бы пригласить, допустим, в феврале, там, в марте, в какой-нибудь, на какие-то занятия фартовские именно, вот, за группой? Я с Виталием поговорю на этот счёт, да, мы распределимся, потому что главное, чтобы не пересекать друг к другу, как бы, формат. Но я думаю, что с Виталием у меня вообще образовывалось какое-то такое очень хорошее сотрудничество. Вот, он творческий человек сам. И я думаю, что мы дойдём даже до производства собственной картины. Я у Виталия спрашивал по поводу занятий, он только дал, он говорит, я бы мечтал. Да, 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 мы очень, мы очень хорошо сотрудничаем друг с другом. И я думаю, что и в будущем это сыграет самую-самую позитивную. Обалдеть. Спасибо большое. Но может быть, какое-то пожелание фартовцам? Один такое пожелание на нашем? Ну, я хочу сказать, что я желаю только одного – больших работ. А большие работы всегда… Вот я, например, хочу с фартовцами поставить Роману Джулетту. Причём параллельно будет работа с аутичными детьми, с детьми с нарушением центральной нервной системы и так далее. Чтобы они выступали. Чтобы они играли главные роли. Параллельно будет обычные дети играть, а параллельно вот такие тяжёлые, больные. Вот. Я хочу поэкспериментировать. У меня был такой опыт в моём БМП. У меня был мальчик с церебральным параличом, который играл роль главного разбойника, Иоганнуса. Великолепно играл. Никто не догадался, наверное. Никто не догадался, потому что он в жизни вот так ковыляет, потому что у него ноги-то еле-еле ходят. А там это пригодилось для образа. И им аплодировали. И он мне сказал, Наталья Сергеевна, это мне. Я говорю, тебе, Андрюшка, тебе. Так вот он стал психологом, чтобы реабилитировать таких детей, как он. В будущем. Волгой. Вот. Поэтому моя надежда, чтобы эти родители не чувствовали себя в одиночестве, если у них вот так такие дети, иные.